В 1998 году сюда приехали с родителями. Родители решили уехать на Чикотку, потому что здесь считался сухой закон был. Отец у меня рюшку поддавал, маленькую, решили, чтобы он сцепил сюда уехать. Здесь, оказывается, пьют еще и больше. Когда сюда приехали, здесь нет никаких огородов и рыбалка зимняя есть. На корюшку сразу научился рыбачить ее. Седьмой класс пошел здесь, научился ловить корюшку и до сих пор все рыбачил. Хоть уже говорится инвалид, все равно рыбачил. Езжу на эту рыбалку и что-то раз здесь ни огородов нет, у меня времени свободно было в море, не знал куда девать. А там некогда было рыбачить. У бабки все время жил. Родители работали проводниками, ездили в Хабаровск, Москва. Полмесяца нет, неделю дома. Три-четыре дня, неделю дома. У бабки был как в ботрохах все равно. Времени мало было рыбалкой заниматься здесь, постоянно. И вот это место мне нравилось, мне так вот. Я считаю, это моя родина. Чуготка на этой куче. Я считаю, что моя родина здесь. Вот так считаю, всю жизнь здесь проживу. Когда-то рыбачил хорошо, но сейчас-то уже не силы, да не те, конечно. 61 год все-таки, чтобы так рыбалкой заниматься, как раньше. В свое время тоже шуствил, рыбу много ловил. Ну, как говорится, прославил свое имя здесь я рыбалкой по району. По нашему, по крайней мере. Подлёд именно рыбалкой. Батина поставил рыбалкой, охотой, как промысловик. Я даже промысловик обработал вместе с ним. Был здесь самый молодой охотник у нас здесь, когда работал. Десять нас охотников было штатных здесь. Зимой песо ловили, летом рыбу ловили. Зимой, считай, не рыбачили. Зимой, потому что пушлиной занимались, охотой. Некогда было рыбачить зимой. Мне даже некогда было вот здесь с дома выйти, взять удочку и корешки поймать на жарёк. Сюда приезжали только буран отремонтировать или в баню помыться, приезжаешь. Так все на участке всю зиму, всю зиму, всю зиму проходит. И летом, считай, это уже на участке всё время. На пенсии вышли, ни дня не работал. Я занимаюсь рыбалкой подлёдной. Я мечтал, когда работал, выйду на пенсию и не буду работать только рыбалкой буду заниматься. Мечта грится сбылась. Говорят, вы больше всех тут ловите? Да нет. Ловил когда-то. Сейчас уже всё так немножко. Ну, корешку пока ещё ловлю, так более-менее ещё. Вот здесь был ВОК координатцев, с ним все соревновались. Некраски на один у него с ним и у меня было. Ну, сколько ему там, допустим, штуками мы не кираем, штуками с ним. Кто-то 8300, то есть я веду 7500 или, наоборот, или он так обманул. Он рыбачишка на меня, я на него также, когда я его облавлю. Все время с ним так соревновались. Умер весной. Инфаркт, да, или что-то у него случилось, или он оторвался, не знаю. Тоже сетки проверял, вдруг поехал на операцию в Москву. Я попросил на сети проверять. Вот он сетки проверял, там, на летнике. Ну, ты с кем-то вот сюда. И прямо у себя внуки умер. Подлёдные сети. Вот такая судьба рыбаков. Умираешь в зерене. Ну, я сам по ознаку заявку рыба. Муж при этом рыбалка, и рыба меня любит. Я рыбу люблю, муж при этом. Я сам рыбак, рыбоец. Вы всех, круче, рыба меня любит. Я не знаю, что рыба меня любит. Один дедок такой с бородой седой, как я сейчас где-то, наверное. Побурился, а раньше бурили, как, как. Кажется, своя лунка была. Бывает месяц на одном месте рыбачишь на этой лунке. Никто не имел права эту лунку занять. Своё место выбираешь её от её. Эту лунку поддерживаешь. Снова разбуриваешь её по новой. Там все в одном месте. Уже льда на это нарастает. Эту прям с рубашкой от лёда опять же и снова это вместе. Ну, вот свою лунку посверлил, всё. Ну, у них что-то там ловится. Ну, плохо, плохо ловится. У меня одна за мной ловится. Такое везло. Одна за мной таскаю. Одна за мной. Он говорит, бур. Бур идёт ко мне. Я говорю, что ты хочешь? Ну, рядышком прям. Рунку сделать, ловить хочу. У тебя клюёт, у меня нет. Я где-то ну-ка вон там. Говорю, давай, не сверли, не пугай в руку. Садись на мою руку и на твою руку сядут. Согласен? Согласен, всё. Он с радостью. Берётся в удочку, быстро на его руку садится. Я на его руку. Ну, действительно, минут пять, наверное, не клевала у меня. Он там одну за мной таскал. Ну, через пять я нашёл, где она там села. Опять давай ловить. У него перестал. Ловлю, ловлю, ловлю. Идёт. Ну, как минут ты. Пацан, иди с моей руку отсюда. Ладно, я ушёл. Пошёл на сверунку опять. Опять ловлю себя. Опять у него перестала. Тоже минут пять половил, перестал. Опять ходит ловок к меня. Покажи блесну. Вот блесна. Конечно, блесну будешь ловить. Я утягу, как он показывает. Ну, не очень блесну тоже ловить можно. Давай, если хочешь, поменяйся блёснами. Ну, конечно, давай. Поменялись, всё. Давай опять ловить. Ну, сначала минут десять. Пока приловился, как и во блесне. Прилочился. Он таскал на мою. Раз там опять я начал ловить, у него опять перестал. Вот за что такое на его блесну. Ну, сейчас опять он ходит к меня крикерами. Машет. Ну, как так? Как так? Как так? Как так может быть? Такой пацан говорит, мы здесь деды сидим. Он ловит, а мы нет. Я думаю, сейчас я отомщу, сволочь-то такая. Я ему говорю, знаешь что, всё приходит с годами. Как будто там все упали. Всё приходит с годами. Пацан, деду. Всё приходит с годами. А сколько вот рыбы за раз вы улавливаете вот зимой так вот в среднем? Ну, допустим, гольца мы ловим только осенью, когда речка замерзает. Ну, надлёдно имею в виду удочку. Когда речка замерзает, только замерзает, тогда речка уже надо ехать. И весной, в мае месяц начинает хорошо ловиться. Тогда он начинает ловиться где-то в феврале, но ещё плохо, мало ловится. А в мае уже более-менее интенсивно ловится. Вот эти вот переводы. Осенью дней 10-15 всего ловится. А весной где-то, ну, в апреле уже можно ездить на него. Где-то полтора-два месяца, до конца мая рыбачишь. Бывало так, что за раз, за один день ловил и 300-400 килограмм ловил. До полтонны ловил. Ну, вот на подлёдную удочку. А корюшку? Ну, самую большую я ловил, ну, скажем так, с небольшим перекуром. Это было... Кольший год был... 73-й год, кажется. Всегда 73-й год. Или 74-й, или 73-й год. Я на собаках ещё ездил в Барновке. По мини не было тогда. Приехал на собаках в март месяц. В марте, кажется, было, да? Не обманывал. В мае, в начале мая. От этих отпусков собирались ехать. Меткошка, например, туда я поехал. Поймал, она где-то мешка полтора, наверное, около двух мешков поймал. Вот они всё с собой забрали, приехали туда. То билет, то ещё что-нибудь там такой вот проблемный решать. С колечкой. Это валюта была у нас колечку. Она здесь всю жизнь была, как валюта. Ну, около двух мешков привёз. Я приехал ночью. Утром приехал. Потому что после сутра приехал. После сутра приехал на собаках. Позавтракал. Спать, не спать. Поеду опять рыбачить. Не спится. Поехал опять. Днём потепляло. Начал уже таять. Маленько. Кожа только не замерзает. Потеплёз. Я где-то ещё где-то около двух мешков за день. И короче ещё ночь отрыбачил. Вот я полтора суток отрыбачил. Я прочитал где-то пять с лишним тысяч штук. Около шести тысяч штук поймал тогда. Ну, у меня неделю руки не поднимались. Неделю. Вовсе не вокруг такой поднять. Это два метра лёд. И ловилось метра два с лишним. Глубина ловилось. Машку за раз. Сколько раз махнуть надо. На пять тысяч раз махнуть. Руки поднять. Либо вытащить. Она ведь курска-то ничего не весит. Пять тысяч раз махни руками. Это вот огольца самое больше ловил за раз. Это 495 штук. Это было 9 мешков огольца полных. Главное посылок. Это штуки, я вижу. Весной был и мелкий, и килограммовый. Больше всякий был. Или мешков. А весной поймал я 300-390. Ещё была верна. Просто не увёз бы. На одном буране вдвоём. Бутер всякий был. Рыба. Он поймал немного. Он мало поймал напарника. В основе. Не увёз бы. Просто уже буран. Нарта валится. Снег проваливается. Ещё бы мог поймать. Половину этого мог поймать. Ну просто зачем не увёз бы. Этот-то еле довезли. Но там его купнее было. Это 7 килограмм где-то. Больше килограмма была рыба. Но там даже так получилось интересно. Рыбачил там несколько человек рыбачил. Был у нас здесь участковый Саша Зайцев такой. Её уже собирались. Сматывал удочку всю. Ну понял, что уже больше всего куда рыбачить. Ты больше не будешь рыбачить? Нет, больше не буду. Потому что буду лунку встать. Становись. Встану лунку и драй таскать. Ну я рыбу складываю. Там оглядываюсь. У меня на штуре 15 лежит. Вот такие вот меленькие. Я говорю, Саша, где такую рыбу здесь берёшь? Я говорю, смотри, у меня такой ни одной нету. Это конечно крупную рыбу, одна мелочь осталась. Я говорю, Саша, у меня 5 штук для ровного счёта не хватает. Дай удочку это самое, я поймаю это самое. Дай я поймаю это. Ну, 5 штук этих. Дай, ну возьми меня. Я говорю, Саша, я такую мелку не хочу. Я такую нормальную поймаю. Вот у него удочку взял из рук. Ещё ни одного движения не сделал. Просто удочку взял. Я говорю, Сашки такой килограммовый колец висит. Вот их 5 штук, килограммовый поймал. Он смотрит на меня опять. Дай сюда, на, бери. Бери, поймал, хватит мне. Говорит, раз, опять мелкий. Мелкий тоскарит. Я говорю, Саш, ну как ты что-то не так делаешь, или что, мелкий отцепляется? Ну там же всё, смотри, два, два, уберу его руку, бери его руку. Свою руку. Раз, тянул. Большой висит, большой висит. Он говорит, отпускай его на 5 раз мелкого. Я не знаю, кого же тебе здесь. Как ты там их достоверишь. Ну так тоже было, говорит. как друга тоже начало рыбачить. Первый раз приехал на гольца, но человек 15 рыбачил осенью. Здесь пробей луночку, пробей лунку, пробуй, дал ему удочку и все. Ну и пошел себе. Нашел место где рыбачил. Нашел место, ловлю, ловится, нехорошо ловится. Примерно 50-70 гольцов поймал и кричу ему. Коля, ну что там, клюет? Нет, ни разу даже не клюнуло. Ее, ну может ошиблись, не там лунку сделал. Подойди ближе, здесь сделай лунку. Чуть дальше ближе подойди. Сделал лунку опять, проходит полчаса. Я опять не оглядываюсь. Коль, ну что, ни разу не клюнул. Не знаю, не может быть, Удочка не такая, но удочка ловчая. Все. Подхожу, беру у него удочку из руки. Тоже опять, еще ничего сделать не успел, уже горец висит. Просто удочку взял у него из окна, передал вот ее. Все, горец висит. Раз, я штук две поймал, четыре поймал кольца. Он отдай, я сам буду. Опять сидел с него. Короче, в конце концов на штуке два поймал он. Ну вот его поймал, уже примерно запомнил, как что надо. Все, давай действуй. А сейчас лучше меня ловит, лучше меня блесны ловит. Научил его. Тоже жену бывшую научил. Рыбача тоже лучше мужиков ловит. Всех облавливает на кольце. И корюшку хорошую ловит. Ну как, года три ее учил. Все, там, что-то неправильно, то неправильно делает. Ну, зато сейчас сама командует своим мужем на ум. Командует здесь лунку сделает, там лунку сделает. Он ее слушается, куда же деваться. Она же рыбачка не вон на удочку. Короче, все, кто учил рыбаку ловить, все хорошие ловят сейчас. Что говорится, хороший учитель назначен. Правда, вот это вот, приезжают они городские, они такие, ну, как говорится, ну, видно, что они сельские жители, бесхозяйственные абсолютно. Вот разгрузил, разгрузил, эту технику, все там, буран, трату распаковался, бросил все. То там лежит, то там лежит, а ночью круга будет. Задуй девушке искать ходить. Сугроб может надуть за ночь, только метра два сугроб может надуть. Девушке искать, и положи все в эту кучку. Накрывать не обязательно брезентом. Не обязательно накрывать. В кучку, вот условия будешь, значит, в этом месте все лежит у тебя. Вот такую мелочь. Или в балке спишь, кочерга, кочерга висит там на гвоздике, совок в ванне, к примеру, лежит, да, так вот. Встал ты, ну, что закон такой, встал ты там в туалет или куда-то воды попить. Посмотри печку, шевель мне там или подкинуть надо, или что. Ну, такой закон обычно. Чтоб 7 дней вставать там специальным дежурником. Встал, раз под кочерга его, в кочергу расположил, вот это, в ванну положил. Я просыпаюсь, допустим, ну, тоже что-то там в туалет, допустим, сходить. Раз машинальную руку протягиваю, в кочергу, машинальный раз там, кочерпанул. Я даже не помню, что я просыпался, а я от кочерги нету, давай ее искать. Искать, я уже проснулся. Расположу, что пока уснул, усмешен, рыбалки спать мало времени. Вот такие мелочи. Долго их все терроризировало, заставляло, обучало, чтоб все, все ложили на свое место, всегда все, чтоб порядок был. Ну, ничего, больше. Пять лет назад инсульт был, у меня. Ветрозму сюда увезли, в полу бессознательном состоянии. Внесут на вертолёт на носилках меня, на носилках вертолета. Я на рыбалке меня висует схватил. Я сам этого толком не помню, но рассказывали мне. Где-то совхоз занес СИЗО, и Сашка прокоп. Несли меня на носилках. Голову поднял. Саш, ну что там, клевала еще после этого нет, как меня увезли? Ой, я чуть носилки не бросил. Одной ногой в могиле еще про рыбалку все спрашивает. Ну, Горбатов могила исправит. И даже могила не исправляет Горбатов. Про рыбалку пройдет. Потом дальше отличился там месяц. Ну, начала нога, рука действовать немножко. Ну, плоховато, но больно. И ходить, и толком ходить не могу. И рука тонком не работает. Приехал, и тут же на Буран прыгай на рыбалку. На весеннем на гольца. Рулить плохо одной рукой получается. Хорошо, я уже давно давно уже газ на Буране переделал на левую сторону. Давно давно еще. Круто как чувствовал заранее. Раз, все, уже одной рукой рулю. Вправо поворачивает плохо руль. Давлю, давлю, она рука тонетает. Кажется, приходится одной рукой поворачивать. Хочется, только отъезжает. Вот так сзади ближет наш деревенский. Зинченко. Стой, стой. Я говорю, что такое? Останется, стой. Что такое? Я говорю, что такое? Я говорю, на рыбалку. Ты же сдохнешь, тебе же нельзя сейчас. Я говорю, сдохну, зато говорю, счастливым сдохну. И поехал. Три гольца поймал, счастливый был. Что три гольца поймал. Что руками работает. Что двадцать ушло у меня кольцов. Ну, ловилось не очень, но ловилось. Привез эти три гольца. Счастливый был, да будешь. Значит, смогу рыбачить. Вот, может, меня рыбалка, может, и меня поддерживает, что живой до сих пор. Кстати, когда я каждый год ездил на комиссию, пока они нас не дали полностью, там медсестры мне признались. Говорят, когда тебя привезли, сказали, не жилец. А ты, говорит, через неделю уже пешком сам ходил. Через неделю сам, говорит, ходил уже. Сказали, не жилец. Ну, в каком состоянии я был. Видать, у меня рыбалка. Я хотел себе на весеннюю рыбалку хотел. Как раз вот приехал на Чарима, и весеннюю рыбалку на кольце начинается. Вот так вот я и живу, с рыбалкой, помешанную на ней. В этой рыбалке.